Черногорский ремонтно-механический завод компании «Суэк» освоил новый вид работ – ремонт вагонов. Это позволило создать дополнительные рабочие места и восстановить за год без малого 2500 железнодорожных полувагонов. Теперь оперативно отремонтированные единицы техники доставляют топливо из Хакассии в различные уголки России. Обыватель скажет, чему ломаться в грузовом полувагоне, ведь тут всё железное. На это специалист приведёт целый список, ведь даже малая неисправность может стать причиной аварии. Например, состояние колёс. Здесь просто необходима математическая точность. Замеряется выщербинание на поверхности катания, неравномерный прокат, ползуны, навары. Это всё делает один шаблон. Этим шаблоном замеряем, этот шаблон измерения толщины обода колеса. Не менее важную роль играет кузов вагона. Каждый полувагон перевозит свыше 60 тонн угля. Чтобы заниматься техническим ремонтом столь крупногабаритной конструкции, ещё необходимо получить допуск. Например, даже сварщик здесь обязан обладать точностью ювелира. Ответственность большая. Сварка производится во всех пространствах и положениях. Вертикальный, горизонтальный, потолочный шов. Варится со всех сторон. Осмотрщик проходит и обозначает мелом неисправности. Мы следом идём, исправляем. Где-то варим, где-то меняем. Вот, например, полочка люка лопнушая. Черногорский ремонтно-механический завод занимается восстановлением полувагонов чуть больше года. Если сначала за сутки здесь ремонтировали 2-3 вагона, то сегодня показатель в 5 раз больше. Главная особенность цеха в том, что это исключительно собственность СУЭК. Качество ремонта прямо влияет на грузооборот компании не только в Хакасии, но и других регионах присутствия. Большой плюс, что руководители данной компании уделяют большое внимание своим подчинённым. Всегда они одеты, обуты и обогрелены. Здесь подчёркивают, СУЭК традиционно уделяет большое внимание организации труда. И дело не только в оснащении рабочих, но и в безопасности. За весь прошедший год на этом производстве не зарегистрировано ни одного несчастного случая. Константин Кравцов, Сергей Казмин, Вести, Хакасия.